Добрый день, уважаемые жители Красноярского края. Сегодня я хочу вас познакомить со своим обращением, которое я адресовала губернатору Красноярского края Михаилу Михайловичу Потюкову и прокурору Красноярского края Роману Николаевичу Тютюнику. Своё обращение я назвала Так держать, Михаил Михайлович, не пострамите дело Александра Викторовича. В новостях сегодня показывают, вот, мол, и министра образования назначили, свершилось, и вновь стала Светлана Маковская. Почему я так рада этому назначению? А потому как именно при Светлане Маковской в Игарской школе Туруханского района начали воровать еду у детей. Прокуратура провела проверку, полиция возбудила уголовное дело, но на мои письма, мол, а как быть с директором Ириной Ольховской и с начальником Туруханского районного управления образования Романом Давыдовым? Одна, как я хочу доказать, стояла непосредственно за этой ситуацией, ибо не могла ее не знать, а второй ее покрывал. Не должны ли эти люди покинуть свои места? Вот тут и началась моя переписка с ведомством Маковской. Сначала ответили, что это неполномочия министерства. Конечно, это же школа города Игарки Туруханского района. Какое она отношение имеет к министерству образования Красноярского края? Потому после моих обращений к депутату Государственной Думы Сергею Михайловичу Миронову, полномочия, у которого все-таки доношлись, мне официально сообщили, что за воровство еды у детей и серьезнейшие финансовые нарушения, виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности. Серьезно? Ха, странно. У детей воровали еду. У детей на Крайнем Севере. У детей в том числе и даже в первую очередь из социально неблагополучных семей, малообеспеченных детей, которые, может быть, раз в день не ели, то в той самой школе, воровали еду. И дисциплинарная ответственность. Это сейчас нормально. У детей в 21 веке в России воруют еду, и никому нет дела. Да как же можно жить на белом свете с осознанием всего этого? Как люди, допустившие такое, могут дальше продолжать работать в образовании? Прокуратура города Игарки тоже хороша. Прорекламировала себя в новостях, и все. Дело, мол, возбуждено, виновные будут наказаны. Ага, никто не наказан. Зато прокурор города Игарки дал мне ответ, который, если коротко, сводится к следующему. Местная полиция меня не слушает, нет сотрудника АБЭП, поэтому я пожаловался своему старшему прокурору Красноярскому краю. Ну, поэтому это дно. Питание с 1 сентября налажено не было, хотя краевые власти доложили, видимо, с подачи подчиненных Маковской и районных властей депутату Государственной Думы Сергею Миронову совсем иное. То есть, какое-то время краевая власть врала ситуации в Игарской школе Туруханского района федеральным властям. А ведь на дворе уже давно не 90-е, и уже давно работает та самая вертикаль власти. Но по школе и это еще не все. Школа оказалась не готова к работе с 1 сентября. Начатый ремонт, по всей видимости, никто не контролировал. В итоге он был не закончен к 1 сентября. Когда отрапортовали, что школа готова, опять ложь. Пренебрежение к детям, буквально ненависть к ним. В школе годами холодно, годами на нее тратят десятки миллионов, включая спонсорские средства Роснефти. А дети зимой учатся в зимней одежде. Прямо как в блокадном Ленинграде. И так же полуголодными. В Игарке проблема не только в школе. Игарским городским судом Красноярского края изобличена в совершении преступления директора Игарского многопрофильного техникума Марина Андреева. Ущерб от ее преступных действий был погашен за счет самого же техникума. Поэтому Марина Андреева избежала самого строгого наказания. Все сведения находятся в открытом доступе на сайте суда. Но казалось бы, тут что с таким человеком ведомство Маковское должно было распрощаться. Но по факту нет. За преступницу Министерство образования вступилось прямо горой. Возникает вопрос. Почему? В Министерстве образования везде так. В Министерстве образования и да уже упомянутая наша Игарская прокуратура закрыли глаза на иные нарушения, выявленные службой финансового контроля Красноярского края. К началу учебного года, по сведениям СМИ, случилась конфликтная ситуация еще в одной школе. В школе рабочем поселке энергетиков Светлогорске. По сообщениям, причина была вновь неадекватных подходов органа управления образованием Туруханского района и администрации школы. Не помню, чтоб тут ведомство Маковской хоть как-то отреагировало. Так что ж, Михаил Михайлович, воровать еду в школе, разбазаривать деньги краевого бюджета, морозить детей за партами, это что, нормально? Извините за резкость фраз, но мы от вас ожидали другого. Может быть, пока не вникли вы в курс дела, но я очень боюсь завтра новостей с вашим открытым и счастливым лицом о назначении министром здравоохранения края Бориса Марковича Немика. В Игарской больнице тоже жуть и тоже отписки министерства ложь, обещание, обман. Прошу считать это мое обращение официальным, а также официальным обращением считать это прокуратуру Красноярского края. Спасибо за внимание. С уважением депутат Таруханского районного совета от города Игарки Лифанова Оксана Викторовна. поймstate нам project для работы и